Против первой Ракетки Мира на тот момент, в прошлый раз мы их выиграли в две партии. Казалось бы, все уже, победа почти у вас в руках. Мы понимаем, что он говорит. Пять очков они взяли, пять очков. Слушай, а ты тоже лучше, вообще лучше всех сыграл. Надо сжать, сжать людей в такие моменты. То есть, если они тебе дали шанс, надо его доводить до победы. Очень на заметку возьмите эти удары. Матч теперь, наверное, полуфинал против первой Ракетки Мира на тот момент. Мать Азбо Карсен Моггинсон. О, как? Они выиграли Индию. Приехали выигрывать чемпионат Европы. То есть, они такие фаворитами приехали. На тот момент, на протяжении уже больше года, мы не проиграли ни одной европейской паре. С 2013 по 2014 год у нас были все победы. А с ними играли? С ними играли в Индонезии, обыграли их. То есть, уже победы есть. Да, в прошлый раз мы их выиграли в две партии. Это было в Индонезии в 2013 году? Да, в 2013. И получается, такая история небольшая вообще. Вот у меня палец там перемотан. Ну, видно. Это турнир первый, когда я взял гладкую обмотку. До этого турнира я всегда играл махрой. Всю свою жизнь. И когда я тренировал палец за месяц до Европы, я не мог делать определенные удары. То есть, я просто там... Было сухожилие на головке вот этой кости. Хорошо. Было сухожилие надорвано и просто парализован. То есть, ты удары играл с запасом. То есть, здесь уже все равно прошел месяц, у меня что-то зажило, но большинство ударов я делал так, знаешь, с другой техникой абсолютно. Потому что у меня было все здесь перемотано очень сильно, как бандаж такой стоял, что палец был недвижен. И то есть, вот этим недвиженным пальцем мне приходилось определенные удары делать, ну, не как обычно. А что вам сейчас подсказывают? Я не знаю, что вам подсказывают. Мы 11-6. Казалось бы, все уже, победа почти у вас в руках. Что делать дальше? Ну, это не совсем еще. Судя по прошлой игре, с поляками... Да, это, конечно... Ну, сейчас, конечно, все перевернется. Непонятно. Будет такой маленький спойлер. Ну. То есть, я практически ракетку не кручу в руке. То есть, она вот у меня как держит, так и не... То есть, бэхэнд я пока не перехватывал практически. Вован тоже перемотал. Ну, Вован был на этом турнире в идеальной форме. То есть, он еще одиночку третье место занял. А, да, да. Он, я не знаю, сколько он смеши ударил. То есть, там он бить 10-15 вообще без какой-то передышки и подряд на Света Розовича. То есть, в этом плане он отпахал за двоих, на самом деле. Ну, эти футболки в горошек тоже, видимо, счастливые, да? Ну, кстати, симпатичные. Она, кстати, кому-то... А, может быть, там сторона влияла? Потому что вы тоже же с поляками первую выиграли партию, да? Ну. Да, может, сторона проиграет. Вторую проиграем, может, сторона влияла там? Удобная. Да, да, да. Вот, все, мы начали. Начали гореть. Они быстро, быстро, быстро начали нас догонять. Но они датчане, они же быстро перестраиваются. Им тренеры там и говорят. Ну. Злость. Да, очень. Мы понимаем, что он говорит. Что сказал? Все ясно. Сцензура. Все понятно, да. Вперед, все хорошо. Он немного недоволен. Все хорошо, сейчас мы их выиграем. У Моггинсона, кстати, первый раз сыграли ракетками Z-Force второй. Я думаю, это тоже повлияло на их игру. Датчане? Да, это тогда ракетка только вышла, и, видимо, им на Европе. Может быть, им сказали, играйте новыми ракетками. Ну, какая разница, это первый ракетка мира. Это люди, которые выиграли. Но поддержка трибун, да? Ну, мы уже доехали к тому моменту. Мы сидим здесь, мы сидим уже здесь. А, да там уже. Да, да. Для датчана это критично очень. Они ломаются. Ломаются, когда болеют против них. То есть, особенно, когда это, ну, вот еще... У меня такое ощущение, что датчане чувствовали себя, как в стане врага. Когда они приехали в Россию, как будто... Да, мне кажется, они вообще не любят играть турниры в России. А там уже два года подряд, да, был чемпионат Европы командный в Казани. Да. Мне кажется, они себя очень комфортно чувствуют в России. Ну, и с Моггессеном тоже инцидент произошел. Тоже в Казани, как бы, я знаю, совпадение, не совпадение, но... Ну, вот и 11-11. Так случилось. Ну, быстро они... Пять очков они взяли. Пять очков. Уже один с один. Уже все. То есть, уже все, уже сломана. Сломана игра. Уже... Сейчас мы ищем просто, как бы на халявку что-нибудь залетело. Она не залетает. Ну, все, и уже весь яблок поддерживает. Уже проигрывается. Ну, вот тут уже надо друг на друга орать начинать, что давайте, что мы творим, дружище. Удача не максимально спокойно. Витя в шоке. Думаю, что-то вы все ребятку что-нибудь сеть должны. Нормально же обчалить, да. Только же побеждали, ема, сколько можно-то. Моггессен хорошо сетку тоже вот эту играет. У него подальше. Да, да, да. Особенно второй удар. Да, он все-таки, как бы, привычно, что Бона сетки, но Моггессен все умеет играть. То есть у него как бы такая не созидающая роль сюда в паре была, а подыгрывающая, но он умел также брать инициативу на себя и забивать. Опа, вот, цепануло немножко. А что там, там сопля была какая-то? Ну да, там цепануло сетку, цепануло сетку, вот уже начали гавкать. Кстати, когда мы начинаем друг на друга орать, у нас почему-то получается гораздо лучше. Ну и Витя там тоже прикрикнул на нас немножко. Да ты лучший! А ты тоже лучший! Вообще лучше всех сыграл. Просто куда? Красавчик! Поле, наверное, да? Нет, что-то разное. По сути, по тактике вы ничего пока не меняете. Да ничего, тут ничего не меняется. Нервы, тупо нервы, да? У обеих пар очень хорошая подача у нас, то есть то, чем мы забивали очень много очков. Очень хороший прием и игра у них точно так же. Игра как бы очень завязана на этих стандартах максимально сильно. Если хорошо кто-то принимает, то розыгрыш заканчивается в его пользу. Но тут мы как-то отбились. Как мы отбились? Обычно мы такие розыгрыши проигрывали. Здесь Могинсон подарил, конечно. Что он сделал, не знаю, срезку или что-то. Просто отдал. Что это за срыв был? Ничего ему не мешало сделать надежный удар тоже. Почему он здесь начал срезать? Быстро вылетело, но нету, да. Ну я ждал, я уже прыгнул вперед. Я близко. То есть если бы он сейчас пробил бы сильно, я бы, наверное, не принял. 14-13. Тут уже начали давить. Нам говорят, типа, давите, давите. Почему вы перестали давить их в плоских ударах? Типа рисковать и вперед идти? Ну не рисковать, но... То есть... Получился прием в другую сторону смеша очень хороший. И Бо уже ударил. Откуда я сейчас? Откуда я бил? Я бил практически сверху. То есть я до этого мы эти моменты как-то начали мягчить. То есть тут надо жать. Жать людей в такие моменты. Ну начали ошибаться. Ну подача хорошая тоже. Все. Бо ошибся. Уже вернулись. То есть уже вот эти два очка. То есть Могинсон не ошибись. Мы бы, может быть, не вернулись в игру. Здесь уже 15-14. Жжим-жим как бы у них больше, чем у нас. Столько болельщиков. Не, ну кстати, да. Да, поддержка была классная. То есть народу было очень много. Незабываемый турнир. Тоже я помню запасом эти все удары смешка. Потому что я чувствую, что если я сейчас закосячу, мне в этот центр лететь, это бы тоже нас не простили бы они после таких ударов. То есть ты на таких моментах не имеешь права ошибаться. То есть если они тебе дали шанс, надо его доводить до победы. Тоже очень-очень важный розыгрыш для людей. Вот посмотрите, куда сыграл Могинсон с бэкхэнда. Вот сейчас. Видишь, он играет не в линию, не в игрока. Он играет в центр. То есть мы начинаем расходиться. И идет на сетку сразу. После приема Вован. И двигается, да. Да, после. Он очень на заметку возьмите эти удары. И пошел. В центр это самый вернет. Я уже многим кому рассказывал. То есть потому что мы начинаем расходиться. У нас я отхожу от сетки. Вован в это время тоже двигается где-то на линии. И центр свободен. И мы вдвоем на этот удар летим. То есть если бы он сыграл Вован или сыграл бы лучший диагонал, мы бы отбили этот Вован. В центр вообще. И ему-то тоже не очень удобно было играть. Прочитал тоже. Ждут они эти удары. Тут надо откидывать уже. Все, куда это я ударил? Что резал? Это твой любимый. Ну это твой любимый удар. Он обычно просто летит, там облизывает сетку. Здесь ничего не получилось. Но это из-за руки, конечно. Да нет. Это потому что он вышел в зону раньше твоего удара. Поднял ракеточку и получил. Вот и все. Ну это классика. На самом деле классическая атака наша всегда была. Я принимал либо по линии, либо в центр. И Вовану отпихивались под форхом. И там он уже как бы задавливал очень часто. То есть это такая комбинация была. Ну что про Афша-Левша, они у них то же самое. Да. Они тоже это используют часто. Видишь, он Боу тоже скидывает, уже не торопится. Тоже потому что есть. Тут вот тоже такая вот... То есть тут верняк надо переводить Боу. Взрыв какой-то. Я не попал, да. Просто не попал. Я говорю, из-за этого бандажа этого. Тут чисто технический косяк. Это прям уводится туда сладенько. Боу поднимает, и Вовану тут за... Ну, видимо, скорость была высокая. Вован Гвоздя. Там он не сильно ударил. Может быть, это тоже смутило. Он ударил так, знаешь, не очень... Как бы завала чуть-чуть таким полурезанным. Это прям смутило. 18-17. Видишь, что давление оказывается не сброс. Я его продолжил. Они остаются в передней и задней тоже часто. То есть и Могинсон также очень часто так делает. Отпихивать типа назад, они стоят в защиту. Просто Вован на эти удары он успевал очень быстро. И сразу атака по другим углам. То есть, если бы какие-нибудь японцы были, это бы сработало. Потому что им маленькие, им бы надо было больше времени двигаться. Это не такой был крутой удар, как... Здесь Вовану очень сложно было перебросить. Но здесь... Здесь я уже поймал. Тоже поймал. Опять сработало давление. Да. Давление было. После, после, после подачи сразу получается, да? Воп от бэхэнд. Воп от бэхэнд был удар. Все. Оттуда уже, видишь, неактивно. То есть, чем еще можно... Ну да, тяжело. Праворукова, леворукова. Всегда можно идти бэхэнд. Это тоже обсуждали. Здесь уже нервы. Здесь уже нервы. Здесь он уже полез. Тут уже просто надо было отпихиваться на ту сторону. Они сами подарили. И то есть, если он сейчас бой играл на диагональ, он просто играл Вовану под застрел. То есть, он бы сейчас, даже если перелетел, я думаю... Затчане потерялись немного, да? Ну, видишь, вот эти три очка, вот они очень быстро. Вы, смотри, на трибуну можно смотреть, кто был. И кто хлопал, я всех запомнил, кстати. Кто хлопал, а кто нет, блин. И что ты им сделал? Не знаю. Я зафиксировал. Опа. Видишь, они тоже начали давить. Да. Ну, мне кажется, здесь был аут. Ну, кактонная судья, блин. Ну, почему ты показываешь? Тем более, играть у нас могли бы посудить. Губерния был? Какой? Нет, не видишь, там в другой стороне. Да нет, Дмитрий, вон сидит, вон, видишь, вон, водолазки белых. Дмитрий, губерния. Да я шучу. Да вообще не пахнет вообще, да. Вованка тогда охренела. Он просто думает, что это? Ёб твою ногу. Как так-то? Почему в России мы нам показали аут? Пренебрежительный взгляд главный. А ты на трибуне все запомнил, а этого запомнил? Нет. Кстати, вот надо было. Надо было обсудить в прошлом выпуске. Ты живешь в моей... Мы в одной стране живем, если что. Я уже в тот раз сказал, что сжечь надо. Надо быстрее. Какая рябка. Опа. Он просто не поверил, что в оморзе такого вона пробить себе. Ну в конце хоть такой разрывчик был, с запасом был. Ну да, три, видишь, три очка сразу подряд забили. Удалось забить. Блин, ну это радость, да? Искренне так вон там вверх сидит. Там и Даня сидел. Там и Жорик маленький. Мы там находили потом эти... А, они же там чемпионат Европы играли там до 17 лет или что за такое. Ну они уже не то. Играли в Олдриком в 80 старым. Лучшая ракетка. Да, это правда. Лучшая ракетка просто. Кстати, Бо, по-моему, или Моггинсон выкинул медаль в этот вон. Да? После награждения? Там судья, не судья, а тренер потом взял такой. Некрасиво. Ну, потому что они вот... Это датчик. Не, потому что у нас в стране как с врагами. А там, смотри, Артур опять сидел на подаче. Артур вообще, Артур на острове талисман. Он вас ввел весь турнир. Ну да, после такого матча уже просто не имели права проиграть. А интервью у вас брали там даже сейчас не покажутся. Нет, интервью не надо смотреть, потому что... Почему? Нет, нет, давайте посмотрим, да? После финала? А что там? Нет, 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 нет. Вы в какой-то интервью? Ты что, ничего позориться-то? Я уже... Я уже сюда кап... А что там смешно было? Чан Розора свою выпил. Мне кажется, можно посмотреть. То есть ты не умел еще по-английски разговаривать? Я не то, что не умел. Там это... I'm happy. Да, и все. Идет. То есть там, а какую тактику вам применили? А заготовочки какие-то там? Как вам удалось победить в финале? I'm happy. We attack and we won. Yeah, attack and we won. Сейчас реально не будет интервью. Нет, сейчас не будет интервью, будет интервью после... Давайте после этого финала посмотрим. Будет после финала интервью, но... Да не надо это смотреть. Ну тоже, видишь, много вот... Валан, допустим, есть среднестатистический игрок, он бы такой Валан не смог бы так активно сыграть. То есть он по такой траектории бы не полетел. То есть это чисто много из антиопрометрических данных, какие удары происходят. Так, Конард Коллин тоже три партии с Сетка Камелисом. Кстати, получается очень много, да, мужских пар русских было? Ну три, состав ты... Состав сильный. Ну, видишь, Кузнецов получается в три. Нет, только Сетка Камелисом. Дремин без шансов с Конрадом. Но все равно в восьмерке три мужские пары из России. Мне кажется, это очень круто. Ну да.